ПЕСНЯ Все дальше в прошлое уходят те роковые-сорковые. Кажется, что за прошедшее время о Великой Отечественной войне написано и сказано так много, что в ее истории совсем не осталось белых пятен. И тем не менее есть, оказывается, малоизвестные страницы. Одна из них связана с участием моряков в битве за Москву. И кто знает, сколько раз на заснеженных полях Подмосковья слышалось полундра надеть без козырки, примкнуть штыки. ПЕСНЯ В Храме Христа Спасителя есть зал воинской славы. Становится традицией, что все прибывающие в Москву на парад сегодняшние морские пехотинцы обязательно приходят сюда, чтобы прикоснуться к истории, вспомнить тех, кто ценой своей жизни защитил Москву и Россию от врагов. Когда-то, в далекие времена, русская пешая рать одолела хорошо вооруженных конников хана Мамая. Затупив своими телами клинки врага, она стояла насмерть. И во многих боях, начиная с подмосковных полей, морские пехотинцы повторяли подвиг русских ратников. Куликовская битва стала одним из истоков патриотизма и беззаветной любви к Отечеству. Не личная слава, а общая победа – таков был девиз русского воинства на поле Куликову. Таким же он стал для моряков на полях Великой Отечественной. В самые тяжелые дни, когда враг рвался к Москве, из моряков флотских экипажей были сформированы 25 отдельных морских стрелковых бригад. 40 тысяч матросов и командиров сошли на берег. 12 тысяч из них было направлено на защиту Москвы. И здесь морские пехотинцы одними из первых приняли на себя мощный удар вражеской арматы. Приступая к плану захвата Москвы, фашисты стянули сюда огромные войска. Более половины танков, почти половина солдат и офицеров, орудий и минометов, треть самолетов, которые действовали на всех фронтах. Основные силы Красной Армии сражались на западном направлении. Решив обойти столицу с юго-востока, немецкие войска решили нанести удар между юго-западным и западным фронтами. Здесь от Зарайска до Ряжска на протяжении почти 120 километров вообще не было кадровых войск. И в то же время проходила важнейшая железнодорожная магистраль. Но на подступах к Ряжску вооруженных до зубов захватчиков встретили бойцы 84-й отдельной морской стрелковой бригады, в которую входили моряки с кораблей Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. Формировалось в основном с добровольцев, которым сыграли, по морскому говоря, по лундуру, то есть боевая тревога. И все, кто стоял на кораблях у пирсов, вышли на берег с вещами, с оружием личным, встали в строй, перед строем вышел комиссар и сказал, ребята, моряки, столица нашей Родины, Москва в опасности, кто готов ценой своей жизни защитить, отстоять Москву? Два шага вперед. И все сделали эти два шага вперед. Вышелившись, бригада в городе Ряск на железнодорожном узле приказ был дан не дать немцам взять город и железнодорожный, в то время стратегическое узел Ряск. Но надо было не на самых рубежах Рярска защищать, а желательно отодвинуть этот рубеж. Обороны западнее. Поэтому принято было командиром, полковником Молевым, решением именно для защиты на дальних рубежах города Рярска, который, единственная дорога через него оставалась на Москву, освобождая город Скопин, это значит была большая помощь в обороне Москвы. Вся страна посылала своих сыновей на помощь столице. Нескончаемым потоком шли к Москве эшелоны. Врагу под Москвой не сносить с головы. Защитников много у нашей Москвы. Казах и туркмен, белорус и грузин, украинец, русский, таджик, как один по вражеским полчищам станут разить, огнем и мечом их палить и рубить. Автор этого стихотворения неизвестен. Строки были найдены у одного из моряков, павших на поле боя под Москвой. В начале войны моряки не имели опыта ведения боев на суше. Это пришло со временем. Недаром один видный немецкий генерал, наблюдая, с какой отвагой дерутся моряки, воскликнул. Небо этих полосатых тигров. С ними и с моей техникой я покорил бы Европу за две недели. Почему-то не очень часто вспоминают, что Скопин, небольшой городок в Рязанской области, открыл список побед русского оружия в той страшной битве с врагом. В самом же городе бережно хранят память о тех героических днях и о морских пехотинцах, что отбили город у хорошо вооруженных фашистов. Эта память в названиях улиц, в мемориальных таблицах на стенах домов и, конечно же, в памяти тех, немногих еще живущих, тех, кто этот город защищал и кто пролил кровь на полях Подмосковья. Московская битва стала прологом грядущей победы. И кто знает, может быть, именно отсюда, с освобождения вот такого небольшого городка, как Скопин, начался поворот в войне, переход советских войск в наступление. После того, как враг был отброшен от столицы, часть морских стрелковых бригад влилась в ряды действующих армии. Некоторые из моряков вернулись на корабли. Для многих ветеранов морской пехоты, которых обошла смерть, их боевые товарищи навсегда остались молодыми. А вот этих пятерых, кроме всего прочего, объединяет и то, что все они были ранены под Москвой. Этот мемориал, где похоронены бойцы 84-й отдельной морской стрелковой бригады. Даешь клин, за ним Берлин. С таким возгласом бросились в атаку моряки, и многие из них сложили головы. Перед нашей отдельной морской стрелковой бригадой 84-й была поставлена задача освободить город Клин. Вот эта цепь высот поросших лес прикрывала подступы к городу. На высоте 220 погиб наш комбриг. Наша бригада следовала из Ульяновска под Москву, но по дороге под городом Ряжск мы вооружились и приняли бой за освобождение города.